Сразу два акта неравнодушия к нарушителям закона со стороны горожан. Айку Аганисян, водитель такси, в обычный рабочий день заприметил неладное. Под предлогом оказания экстренной медицинской помощи родственникам, мошенники обманом вынудили 72-летнюю Нижегородку передать 4000 долларов. Деньги нужно было доставить в другой город, для этого правонарушители обратились за услугами такси. Тут и сыграла свою роль бдительность водителя. Айку не только распознал обман и отказался доставлять деньги, несмотря на предложение оставить часть денег себе, но обратился в дежурную часть полиции. В результате наличность возвращена законной владелице. Вторым отличившимся стал Евгений Ковыляев, директор физкультурно-здоровительного комплекса в Шатковском районе. Благодаря бдительности сотрудников комплекса неоднократно предотвращались к переводу денег мошенникам через банкомат, стоящий в фойе ФОКа. Айку Аганисян и Евгения Ковыляева поблагодарили и наградили за готовность помочь другим. Я начал оттягивать время, отъехал от этого места и хотел убедиться, что уже в пакете находится. Я отъехал в сторонку, открыл пакет и увидел, что в пакете находятся деньги. Я деньги не трогал. Я уже обратился в отдел номер 5, в полицию. Там уже все уже дальнейшее происходило. Туда привели бабушку, открыли пакет и денежные средства были возвращены ей.